Сегодня 9 июля, 19-й год, мы уже в Питере. Скоро у нас выход в город. Погода, тучки, тучки, такой же, как наш, может, чуть меньше. Пасмурное утро, причали к Форт Питеру. А-а-а, дождь идет, мы в Питере идет дождь. Наше путешествие заканчивается по воде. Чайки кричат. Дождичка у нас встречает Питер. Вообще, погода была. Немножко солнышко, в основном дождь. Ну вот, сейчас мы пойдем на завтрак и уже будем готовиться к выходу. Продолжение следует. Фирменное. Вот номера здесь, коридор какой-то. Хозяин здесь грузин. Так, это наш номер в Питере. Вот здесь кровать. Все необходимое есть. Шкаф, телевизор, микроволновка. Снимаю, где мы живем. Все отдыхает до ненечко. Так, что тебе снимать? Я снимаю. Вопрос только о том, какой глубины, вот, собственно, этот парниковый эффект может быть у наших производителей. Не будут ли они действительно в условиях решивые конкурентоспособности на мировом рынке? Если от врача и до этого зоопопа дойдет заявка, какой-то прибор, медицинский скрутир... Сегодня 13 июля 2019 год. Вот у нас экскурсия по Неве. Сейчас будем отправляться. Мы находимся в Питере. Вот, как он поворачивает? А, куда? Да, куда? Ну, так, вроде, не надо. Добрый день, дамы и господа. Добрый день, дамы и господа. Астромарин и музей Фаберже. Рады приветствовать вас на экскурсионном круизе «Фаберже. Канал Круиз». Впереди перед нами один из самых известных и красивейших мостов Петербурга – «Аничков». Украшают его четыре скульптурные группы «Укротители коней». Это аллегория покорения человеком природной стихии. Их автор – скульптор барон Петр Карлович Клотт. Изготовлением статуй от лепки до отливки скульптор занимался лично в литейной мастерской при Академии художеств. Успех конных групп Петра Клотта был необычайный. Им было выполнено несколько копий. Две из них император Николай I подарил русскому королю. Их установили у главных ворот королевского дворца в Берлине. И еще две такие скульптурные копии украшают королевский дворец в Неаполе. Аничков мост расположен в споре Невского проспекта – главной магистрали города. Прокладывать Невский проспект начали еще в Петровскую эпоху. И он был задуман как один из важных путей новой столицы. А сейчас обратите внимание на правый берег реки. Здесь разместился Аничков дворец. Построенный в середине XVIII века по распоряжению императрицы Елизаветы Петровны под руководством архитекторов Зимцова, Дмитриева и Растрелли для своего фаворита графа Алексея Григорьевича Разумовского. Название дворца, так же как и моста, связано с фамилией офицера Аничкова, командовавшего батальоном, располагавшимся в первой половине XVIII века в одноименной Слободе неподалеку. Это первый дворец на Невском проспекте. Тем менее, его фасад обращен в сторону фонтанки, поскольку в XVIII столетии набережные играли большее градостроительное значение, нежели Невский проспект. Изначально к гавани перед дворцом вел канал, по которому гости прибывали на его территорию. Позже канал был засыпан. Сейчас главный фасад дворца перекрывают два корпуса, возведенные в стиле классицизм в начале XIX века Джака Макваренни. Там располагался кабинет его императорского величества. Это учреждение ведало имуществом русской императорской семьи, в том числе отвечало за учеты хранения государственных драгоценностей и заготовку подарков, которые Романовы преподносили во время дипломатических визитов и государственных торжеств. Облик Ничкого дворца формировался постепенно, под влиянием своих многочисленных владельцев, в основном членов императорской семьи. Император Николай I особенно любил это место, говоря о том, что здесь он прожил самые счастливые свои годы. Даже став императором и переехав в Зимний дворец, он несколько раз в год переселялся сюда. Здесь семья императора жила после пожара в Зимнем дворце, а Ничков дворец был личной резиденцией императора Александра III в Санкт-Петербурге. Здесь после свадьбы на некоторое время поселились император Николай II с супругой императрицы Александры Федоровны. После революции дворец был национализирован, а в 1937 году в нем был открыт дворец пионеров, ныне дворец творчества юных. Мы находимся у одного из самых красивых мостов – моста Ломоносова, названного в середине XX века в честь русского ученого. Сооруженный в 80-х годах XVIII века на этом месте деревянный мост сначала именовали Екатерининским в честь императрицы. Но прижилось другое название – Чернышов, поскольку его трасса проходила по оси одноименного переулка. Это один из самых красивых в городе мостов. Он украшен четырьмя башнями, между которыми протянуты свисающие цепи, раньше служившие для подъема полотен разводного моста. В начале XX века по нему собирались пустить трамвай, и было решено уничтожить башни. Но Академия художеств выразила протест против изменения облика моста, поэтому он был сохранен первоначальным. Набережные фонтанки, вдоль которых мы сейчас движемся, соединяет лишь Штуков мост, к кем мы сейчас приближаемся. Название он получил по имени ледь медика императрицы Елизаветы Петровны Лестака, усадьба которого находилась на берегу фонтанки неподалеку. Справа обращает на себя внимание бирюзовое здание, построенное в 1878 году по проекту Людвига Фонтана, выходца из Швейцарии. Его фасад сочетает элементы Боровка и Ренессанса, стили часто используемых архитекторами 19-го столетия. Граф Антон Степанович Апракси был инициатором строительства этого особняка. В то время существовала государственная монополия на организацию театральных представлений, не допускавшая деятельности частных лиц. Поэтому владельцы здания были вынуждены сдать его в аренду дирекции императорских театров в качестве вспомогательной сцены для труппы Александринского театра. Этот императорский театр получил название «Малый драматический». Здесь часто выступали знаменитые зарубежные артисты, приезжавшие на гастроли в Петербург. Актрисы Элеонора Друзе и Сара Бернар, танцовщица Айсидора Дункан, итальянский певец Маттиа Баттистили. На сцене театра товарища Перетты проходили симфонические концерты. В советское время здание было национализировано и в 1920 году передано в распоряжение труппы Большого драматического театра, основанного по инициативе Максима Горького. В деятельности театра принимали участие поэт Александр Блок, художник и основатель объединения «Мир искусства» Александр Бенуан, а также другие представители этого объединения – художники Мстислав Добужинский, Борис Кустодиев и Евгений Вансере. В середине 50-х годов главным режиссером театра стал Георгий Товстановов. Ему удалось превратить театр в один из самых известных в стране. Справа от нас здание розового цвета, выполненное в стиле модерн и украшенное большим количеством лепных и металлических декоративных элементов. Этот дом принадлежал Зинаиде Николаевне Юсуповой, плестательной красавице, талантливой исполнительнице русских танцев и наследнице сказочного состояния. Зинаида Юсупова была одной из самых завидных невест Российской империи. Ее портреты писал годный в то время русский художник Валентин Серов. В конце 19 века Юсуповы считались одной из самых богатых селений России. Они владели заводами, мануфактурами, рудниками, бумажными и винокуренными фабриками, доходными домами, усадьбами, поместьями и дворцами на набережных Санкт-Петербурга. По благосостоянию Юсуповы могли бы посоперничать с самими Романовыми. Впрочем, семья сумела породниться с императорской фамилией. Младший сын Зинаиды Юсуповой, Феликс, женился на племяннице Николая II, княжне императорской крови Ирине Александровне Романовой. Мы проходим рядом с Горсткиным мостом. Этот пешеходный мост был построен в начале 20 века специально для прокладки теплофикационных труб. До сих пор его полотно вымощено доской. Название моста связано с торговыми помещениями неподалеку, которые в 80-х годах 19 века принадлежали домовладельцу по фамилии Горсткин. Впереди перед нами располагается Абуховский мост, названный по фамилии посадского человека Абухова, построившего здесь мост в 1717 году. В 30-х годах 18 века мост назвали Царским, поскольку он находился по дороге на Царскую мызу, Царское село, но это название не прижилось. В конце 30-х годов 20 века мост полностью перестроили, так как он был значительно уже Московского проспекта, продолжением которого является и сейчас. Габариты современного моста позволяют беспрепятственно осуществлять движение по Московскому проспекту, одной из центральных магистралей города, ведущей к Москву. Большое желтое здание справа, обрамляющее предмостную площадь, один из корпусов Петербургского государственного университета путей сообщения. Он был возведен в середине 20 века по проекту архитектора Кузнецова. Университет занимает обширную территорию, на которой находятся здания разных эпох. За двухэтажными корпусами справа расположено самое первое здание, с которого начиналась история дынешнего университета путей сообщения. Сначала это был один из дворцов, принадлежавших семье Исупова, который построили в классическом стиле в конце 18 века по проекту Джака Макварена. В начале 19-го столетия владелец дворца Николай Борисович Исупов приобрел усадьбу Архангельская под Москвой, поэтому продал дворец в казну, и в нем разместили институт корпуса инженеров путей сообщения. Целью учреждения этого нового учебного заведения было снабдить Россию инженерами, которые прямо по выходе из заведения могли бы быть назначены к производству всех работ в Альпене. При составлении первых учебных планов и программ института было использовано все самое лучшее в системе высшего технического образования в Европе, что имелось на то время. Слева за оградой находится желтое здание, усадьба, принадлежавшая Гавриилу Романовичу Державину, государственному деятелю и поэту эпохи просвещения, ближайшему сподвижнику Екатерины Великой. Поэтическое творчество Державина – это вершина русского литературного классицизма. Прославляющего власть российских императоров и их деяния во славу страны. Здание возводилось при участии архитектора Николая Львова в конце XVIII века. На рубеже XVIII и XIX столетий Особняк был важным центром культурной жизни Петербурга. Здесь собиралась творческая элита русского общества, включая Дениса Панвизина и Николая Карамзина. Сегодня в усадьбе находится музей, посвященный Державину и русской словесности Евурии. Сразу за усадьбой Державина, тоже на левом берегу, расположен Желтый дом в начале XIX века, принадлежавший командиру Горновскому. Позже здесь были размещены казармы Измайловского полка. Это один из старейших полков Российской империи, основанный в первой трети XVIII века по указу императрицы Анны Иоанновны. Около казарм находится одноименный мост – Измайловский. В XIX столетии зимой у Измайловского моста на льду фонтанки устраивали каток, где можно было покататься под музом. Мост является частью Измайловского проекта слева, а сразу за мостом справа – Вознесенский проспект. Это одна из центральных и старейших магистралей города. Третий луч – на плане застройки Санкт-Петербурга, идущий от Адмиралтейства. На этом участке набережной фонтанки находятся в основном доходные дома, предназначенные для сдачи квартир у наем. Их строительство производилось в конце XIX – начале XX столетия. Мы приближаемся к старому району Петербурга, который, начиная с XVIII века, носит название Коломна. До середины XIX столетия это был бедный окраинный район города, который населяли мелкие торговцы, ремесленники, отставные чиновники, мастеровые и работники Адмиралтейских веков. А в XIX веке Коломна превращается в район артистический. Здесь жили знаменитые русские поэты – Александр Кушкин, Александр Блок, Михаил Кузьмин, Осип Матрештан и художник. Костислав Добужинский, Константин Сомов, Борис Кустодиев. Близость Мариинского театра и консерватории заставляла селиться в Коломне известных композиторов и артистов. Здесь жили балерины Матильда Шесинская, Тамара Корсавина, Анна Павлова. Коломна стала домом и для многих литературных героев – Акакия Акакиевича Пашмачкина из «Повести Гоголя-Шинель» и Евгения из «Медного всадника Пушкина». Сейчас мы с вами покидаем воды реки Фонтанки и проходим под смежным мостом, находящимся у места слияния Фонтанки и Крюкова канала, по которому продолжится наше путешествие. Крюков канал получил подобное название по фамилии строителя – Семена Крюкова, руководившего работами по его созданию. Район Коломна, в котором мы находимся, пересекает большое количество расположенных близко друг к другу подотоков, поэтому это самый затопляемый район. Кроме того, это был один из самых густонаселенных районов города. Освоение его территории жителями Санкт-Петербурга началось в 30-х годах XVIII века, после пожаров, уничтоживших застройку на Мольке. Планировка Коломны была осуществлена в первой половине XVIII столетия архитектором Ермкины. Тогда были разработаны проекты жилых кварталов которые состояли из участков с садами и огородами. До сих пор в части Коломны, где мы сейчас находимся, сохранились небольшие домики, практически не изменившие свой облик с XVIII столетия. Еще один мост, перекинутый через Крюков канал – Старо-Никольский. Названный так по расположению рядом с Николо-Богоявленским собором. Сразу за мостом, справа и слева, открывается вид на канал Грибоедова, который в этом месте сливается с Крюковым каналом. Слева находится Красногвардейский мост, названный в 50-х годах XX века в память о Петроградской Красной Гвардии. Этот памятник Елизаветинского воровка воздвигнутся в Ильчевакинске в середине XVIII века. История Санкт-Петербурга неразрывно связана с морем. Поэтому эта церковь, возведенная в морской слободе, в плети судостроительных мерфий, была освящена в честь покровителя-мореплавателя, святителя Николая Чудотворца. Собор возводился, как морская полковая церковь. Однако, по велению императрицы Екатерины II, при которой было завершено строительство, собор начали именовать главным морским собором империи, который стал символом его морского отличия и побед. Со времени Екатерины II победы русского флота праздновали в Никольском соборе. 14 сентября 1770 года здесь была празднована одна из важнейших морских побед России. Полное уничтожение турецкого флота русской эскадрой адмирала Федора Федоровича Ушакова. В то время, по своему великолепию, Никольский собор мог уступать лишь Петропавловскому. Кроме того, это один из немногих соборов, который продолжал работать даже после революции. С середины XX века и до его конца он являлся кафедральным. Собору удалось сохранить свой исторический облик и интерьер, а также множество ценных релик. Корговый мост соединяет театральную площадь справа с улицей Союза Печаль. На месте старых озабудков начали возводить многоквартирные дома. Сюда все чаще приезжали известные личности, которых манил театр. Справа один из самых известных в Санкт-Петербурге и России музыкальных театров. Государственный орден Ленина и орден Октябрьской революции, Академический Мариинский театр. Здание, в котором он сейчас располагается, было перестроено в середине XIX века из старого театра цирка по проекту архитектора Альберта Каласа. Своё название он получил в честь супруги императора Александра II Марии Александров. Основан же театр был ещё в XVIII столетии, по указу императрицы Екатерины II, когда он назывался Большим и находился неподалёку, в здании позже перестроенном под консерваторий. Именно на сцене Мариинского театра проходили премьеры столь значимых для развития русской музыки, уже ставших классикой опер Борис Годунов-Мусоргского, «Сквитянка», «Майская ночь», «Снегурочка» Римского-Корсакова, «Князь Игорь Бордина», «Орлянская дева-чародейка», «Пиковая дама» и «Аланта» Чайковского. На сцене Мариинского театра популярность обрели постановки балетов «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Челкунчик». Именно на сцене Мариинского театра проходили премьеры столь значимых для развития русской музыки, Слева с большими панорамными окнами и украшенным рамором здание новой сцены Мариинского театра, открывшее свои двери в 2013 году. На новой сцене ставят современные произведения и новаторские постановки, которые позволяют упрочить традиции Великого театра и связать историю с современностью. Кроме надземных этажей, театр имеет три подземных этажа и амфитеатр на крыше. Сейчас это одна из самых оснащенных театрально-концертных площадок мира. О том, что Коломна стала артистическим районом только в 19 веке, напоминает архитектурный комплекс Новой Голландии Слева. Эти сооружения, построенные из красного кирпича в 18 столетии, использовали как склады для сушки леса, которые применяли при строительстве кораблей. Согласно легенде, название «Новая Голландия» было дано острову лично императором Петром I. Это могло объясняться тем, что здесь работали приглашенные Петром голландские кораблестроители, а строительство каменных зданий на месте деревянных построек Петровского времени было завершено к концу XVIII века. Чертеж острова, выполненный в суровом крепостном стиле, создал архитектор Савва Чевакинский. Оформлением фасадов занимался Жан-Батист Валенда Ламот. В XIX веке на территории острова была сооружена морская тюрьма, а одно из зданий перестроено в лабораторию морского ведомства, опыты в которой проводил Дмитрий Иванович Макдереев. В начале XX столетия появилось здание радиостанции, при помощи которой держали беспрерывную связь с кораблями Балтийского и Черного морей. В 1970-х годах были выдвинуты идеи о превращении острова Новая Голландия в центр культуры и сотрудничества. В начале 2010-х приняли решение организовать на территории острова городской парк с современной и удобной инфраструктурой, где каждый может найти себе занятие и место. Новая Голландия будет площадкой для проведения культурных программ и больших городских проектов. Остров впервые открыли для посещения в 2011 году в ходе временных программ «Лето» в Новой Голландии. Справа комплекс двухэтажных протяженных зданий в XIX веке принадлежавший военной коллеге. Здесь располагалось высшее военное учебное заведение Александровская военно-юридическая академия, которая была создана для подготовки военных юристов для военно-судебного ведомства. Сразу за этим комплексом справа вы можете увидеть желтый дворец, принадлежавший семье Юсупов. Он был построен предположительно в 70-е годы XVIII века французским архитектором Жаном Батистом Вален-Доломотом и приобретен Юсуповыми в 1830 году, когда и был перестроен по проекту Зодчева Михайлова. Дворец Юсуповых на Мойке один из четырех петербургских дворцов. Всего Юсуповым принадлежало более 50 дворцов и имений, рассеянных по стране. Некоторые были так далеко от Санкт-Петербурга, что не всем наследникам рода Юсуповых удавалось туда хоть раз добраться за всю свою жизнь. Этот дворец особенно известен благодаря трагическому событию. 17 декабря 1916 года в подвале дворца был убит Григорий Распутин. Крестьянин, приближенный к семье последнего императора, он был одной из самых загадочных личностей рубежа веков. Некоторые считали его чудотворцем, поскольку Распутин облегчал страдания больного гемофибией цесаревича Алексея. Вероятно, он оказывал сильное влияние не только на супругу последнего императора Александру Федорову, но и на политические решения самого Николая II, что вызывало недовольство дворянства. В этом особняке до революции кипела светская жизнь. Кроме балов и званых ужинов, одним из любимых развлечений семьи был театр. Популярность этого вида искусства настолько возросла, что у Юсупова был создан собственный домашний театр, на сцене которого блистали Федерик Шопен, Федор Шаляпин и Полина Виардов. И заурядным актерским талантом обладала и Зинаида Юсупова. Недалеко от дворца Юсуповых находится фонарный мост, расположенный в створе фонарного переулка. Такое название происходит от фонарных мастерских, располагавшихся в этом районе в начале XIX века. Река Мойка, по которой мы плывем, проходит через центральную часть города, где расположены красивейшие дворцы и песни. В историческом центре много мест, связанных с Романовой. Мы находимся около Исаакиевской площади, слева от нас, на которой находится памятник Николаю I, созданный в 1856-59 годах. А за ним Исаакиевский собор. Собор, украшающий площадь сейчас, располагается на месте более ранних церквей. Его строительство шло 40 лет, с 1818 по 1858 год. И собор, и архитектурное оформление памятника, созданное архитектором Агюстом Монферрадо. Синий мост, под которым мы проплываем, самый широкий в Санкт-Петербурге. Его ширина 97,3 метра. Это торговый дом Эсдерс из Хейфельс, или, как его называли, магазин у Красного моста. Этот дорогой и фешенебельный магазин был одним из первых универсальных в Санкт-Петербурге. Там приобретали наряды самые статусные люди города. Сейчас мы путешествуем по реке Мойки, берущей свое начало из фонтана. Европейской Геральдике великан, кормящий своих детей, символ самоотверженной родительской любви. Считалось, что он разрывает клювом собственную грудь и кормит голодных птенцов кровью. Сейчас это изображение является гербом находящегося здесь университетом. Справа дворец розового цвета, принадлежавший графам Строгану. Он был возведен в 50-е годы 18 века по проекту архитектора Франческо Бартоломео Растрейли в стиле барокко. Мы приближаемся к зеленому мосту и пересекаем Невский проспект, центральную и самую известную улицу Санкт-Петербурга. В 19 веке это было одно из любимых мест для прогулок светской пуль. Здесь Пушкин ждал своего секунданта Карла Данзаса и затем отправился на ставшую для него роковой дуэль. В конце 18 века на месте розового здания справа находилась лучшая гостиница Санкт-Петербурга Дэмутов трактир, принадлежавшая предпринимателю Филиппу Якобу Дэмуту. Особую известность этому месту принесли его постояльцы. Здесь часто останавливался и подолгу жил в Пушкин. В 1828 году в этом отеле поэт за три недели написал поэму Полтава, отмечал с друзьями-лицеистами годовщину выпуска. Сюда к поэту для знакомства приходил еще неизвестный богль. Здесь снимал номер приехавший из Персии Александр Сергеевич Грибоедов. Постояльцем был Репин. В конце 19 века не выдержав конкуренции с другими отелями города Дэмутов трактир пришел в упадок. Мы проплываем мимо главного архитектурного ансамбля Санкт-Петербурга образованного Дворцовой площадью зданием Генерального штаба и Зимним Творцом в котором находилась официальная Зимняя резиденция российских императоров. Этот архитектурный комплекс расположенный с левой стороны закрывают корпуса главного штаба в котором находилось военное министерство. Сейчас здание Зимнего Дворца полностью занимает Государственный Эрмитаж один из крупнейших музеев мира. Его коллекция насчитывает около 2 миллионов 700 тысяч предметов мирового искусства охватывая период от первобытного общества до 20 века. Интересно что в залах выставлена лишь одна десятая музейных сокровищ. В настоящее время в Зимнем Дворце располагаются парадные залы, коллекции древностей, а также собрания живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства Европы и Востока. Мы проходим второй Зимний мост и попадаем в Зимнюю канавку. Самый узкий канал города, ширина которого около 20 метров. Этот канал соединяет Неву с Мойкой, а его название происходит от Зимнего Дворца Петра I, который был возведен в начале XVIII века на участке справа. Чтобы соединить Эрмитажный театр со Старым Эрмитажем через Зимнюю канавку, была перекинута высокая арка-галерея, созданная по проекту Джаком Акваренги. Проходя под Эрмитажным мостом, мы попадаем в Неву. Нева, Дарья, Дарья, вот это Нева. Мы вышли в Неву. Видишь, какая она широкая она, шарит, там. Какой-то широкая она попалить. Красивая. Вот это она. Как море целая. Щедрость и размах праздников, которые устраивались при дворе, соизмеримы с широтой и простором Невы, где сейчас находится наш теплоход. Нева не только главная водная артерия Санкт-Петербурга, но и главная архитектурная ось города. Справа на набережной находится самая известная резиденция Романовых, Зимний дворец, зеленого цвета, с белой лепниной и колонной. В этом дворце протекали дни практически всех императоров, стоявших во главе Российской империи с середины 18-го до начала 20-го столетия. Зимний дворец стал свидетелем личной жизни Романовых и важнейших исторических событий. Сейчас это часть комплекса государственного Эрмитажа. Прямо перед нами открывается остров, где началась история Санкт-Петербурга. Здесь 27 мая 1703 года царь Петр I заложил крепость, названную на голландский манер Санкт-Петербург, а вместе с ней и город. Это место было выбрано не случайно. Третий год шла Северная война со Швецией за возвращение России бывших новгородских земель, за выход к Балтийскому морю. Остров расположен в самом широком месте Большой Невы, наиболее уязвимом в случае нападения противника с моря. И по замыслу Петра I крепость должна была защитить устье Невы и отвоеванные Россией Приневские земли от нападения шведов. Размеры острова невелики. Длина 750 метров, ширина всего 400 метров. На старинных финских картах остров назывался Енисаари, в переводе на русский язык Зайчи, очевидно поводившимся здесь зайцем. Крепость возводилась по чертежу Петра I, превосходно знавшего фортификацию и устройство лучших европейских цитаделей. Она имеет шесть бастионов, соединенных стенами-куртинами. Первые дерево-земляные бастионы крепости были сооружены всего за полгода под личным наблюдением Петра I и его сподвижников. Эпизода в истории Петропавловской крепости не было. И к началу XIX века она утратила военное значение. Но еще в XVIII столетии приобрела известность как русская бастилия главная политическая тюрьма России не было совершено ни одного побега. В настоящее время Петропавловская крепость является музеем истории Санкт-Петербурга. На территории крепости Петропавловский собор, освященный во имя святых апостолов Петра и Павла. Один из символов и архитектурная доминанта центра Петербурга. Высота собора с золоченым шпилем 122,5 метра. Шпиль увенчан крестом с фигурой летящего ангела. Забор был заложен в 1712 году и строился на протяжении 20 лет. Автор проекта первый архитектор Петербурга и таянец по происхождению Доменику Тресини. В Петропавловском соборе находится уникальный резной иконостас в виде триумфальной арки, символизирующей победу России в Северной войне. Петропавловский собор после смерти Петра Первого стал усыпальницей Дома Романовых. Вплоть до Александра Третьего здесь хоронили российских императоров. Мы приближаемся к Тройскому мосту. Пост был заложен 12 августа 1897 года в память 25-летия бракосочетания императора Александра Третьего и императрицы Марии Федоровны. В присутствии президента Французской Республики Феликса Фора. Открытие моста состоялось в мае 1903 года и было приурочено празднованию 200-летнего юбилея Петербурга. Оно стало большим политическим событием с движением России и Франции. На торжественной церемонии присутствовали император Николай II, императрицей Мария Федоровна и Александра Федоровна и многочисленные гости. Троицкий мост стал третьим постоянным мостом и египтом через Большую Неву. При въезде на мост установлены растральные колонны обелиски, завершенные фигурами двуглавых орлов со распростертыми крыльями. В советское время они были изменены пятиконечными звездами. Архитектурная отделка моста выполнена в стиле модерн французскими архитекторами Шабролем и Патульяром, получившими за строительство моста по ордену почетного легиона. Справа от нас самый старый сад Петербурга летний сад. На дорожках в летнее время выставляли редкие тропические растения, а в специальных клетках и вольерах содержали экзотических животных и певчих птиц. Еще с Петровских времен летний сад стал местом проведения ассамблей, фейерверков и приемов в честь иностранных послов. С середины 18 века он служил местом прогулок знати и верховой езды. Сюда не пускали неряшливо одетых людей. А в 19 веке он превратился в общедоступный городской сад. Здесь устраивали концерты и городские праздники. Справа на территории летнего сада находится летний дворец Петра I. Это единственный дворец императора в черте города, который сохранился до наших дни. Его убранство выдержано в столь любимом Петровом голландском стиле. Наш теплоход временно покидает акваторию Большой Невы и дальнейшее путешествие продолжится по реке Фонтанки. На левом берегу Фонтанки за прачечным двором расположено желтое здание с колоннами и куполами, которое в 19 столетии занимало императорское училище правовидения. Время существования из его стен вышло более двух тысяч выпускников. Среди них видны писатели, композиторы, политические деятели и ученые. Воспитанники училища носили специальную униформу – мундир зеленого цвета с желтыми петлицами и обшлагами. Согласно популярной петербургской легенде, за расцветку мунтира, напоминавшую оберение чижа, а также за традиционные пыжиковые шапки, студентов училища прозвали «чижиками-пыжиками». Кроме того, ученики нередко посещали трактиры, находящиеся поблизости. Вероятно, поэтому появилась известная поговорка «Чижик-пыжик, где ты был? На фонтанке водку пил». Сейчас на фонтанке установлен памятник чижику-пыжику, который мы увидим немного позже. Архитектурное решение Пантелеймоновского моста – одно из самых красивых и интересных в городе, а его декоративные элементы покрыты червонным золотом. Пантелеймоновский мост также был выдающимся инженерным сооружением своего времени. Это первый в России висячий мост, предназначенный для проезда экипажей. Сразу за мостом справа находится самый маленький памятник в городе – «Чижик-пыжик». Его высота всего 11 сантиметров. Памятник был установлен в 1994 году по проекту грузинского режиссера, сценариста и скульптора Резо-Габриадзе совместно с архитектором Славой Бухаевым. Наш теплоход приближается к одному из самых загадочных мест Петербурга – Михайловск-Узан, который располагается на части бывшей территории литнего сада справа по ходу движения. Его история полна мистики, как, впрочем, жизнь и смерть его генценосного владельца – российского императора Павла Первого, кратически погибшего в этих стенах. Через 40 дней после переезда во дворец Павел Первый был убит в собственной спальне. Михайловский замок был назван в честь святого архангела Михаила, которого Павел Первый считал своим небесным покровителем. Спустя всего несколько лет после смерти императора замок был передан инженерным училищем и с тех пор стал называться инженерным. Во второй половине 19 века до берегу Фонтанки за инженерным замком появилось еще одно известное в городе сооружение – здание цирка. Его купол виден впереди справа. Первые цирки в России появились еще в Петровские времена, а выступали в них в основном иностранные артисты, главным образом из Голландии и Франции. Их представления пользовались успехом у зрителей. Но цирки 18 века были, как правило, передвижны и устраивались на площадях во время народных гулянь. В 1877 году здесь, на берегу Фонтанки, был открыт первый каменный стационарный цирк России. сегодня 3 12 июля сегодня более двое дешево Ждем первого знака. На лестнице ведет кафе. На лестнице ведет кафе. На лестнице ведет кафе. Большой зал. Мюстер красивый, зал красивый. Продолжение следует. На лестнице ведет кафе. Продолжение следует. Продолжение следует. Мы уже в театре. Моя Данилочка сидит. Продолжение следует. 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 Продолжение следует.